От Смоленска до деревни Тишина по федеральной трассе 40 километров. После поворота с Москламинки еще около четырех по грунтовой дороге. Слово «грунтовое» здесь применимо довольно условно. Проехать в деревне Мирское можно только на внедорожнике. Еще один вариант – трактор. В машине продукты для жителей деревни. Сейчас тут живут шесть человек, пятеро – пенсионеры. Здравствуйте! 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 А вот здесь же находим. Три километра чуть-чуть по железной дороге. Сбоку. Ветем сбоку зимой по шпалам. Поход по шпалам меры вынуждены. Местные дороги к прогулкам не располагают от слова «совсем». Железка ровней, надежней, но и опасней. Несколько лет назад двое местных попало зимой под поезд. В метель они не услышали быстро идущего состава. Но ходить надо. Без еды протянешь ноги. Еще один вариант – добраться до станции, те же три километра, и еще пятнадцать на поезде до Голынок, потом обратно. Это как повезет. Александра Мищенкова, баба Шура, как ее здесь называют, живет в Мирском почти 60 лет. Сейчас ей 81. Помогает сын, ему под 60, сидит без работы. Власть сюда заезжает редко, в основном, когда решает поздравить пожилых людей. В прошлом году меня приглашала, не приглашала, поздравляла глава администрации с праздником Днем Победы. Мне привезли подарок, ну, помощь там какая-то на тысячу примерно. Чай, макароны, крупу. Ну, сколько можно на тысячу купить? И я попросила. Я не думала, что это глава администрации, думаю, просто женщина сельсовета. И когда я у нее спросила, а вы сможете нам продукты привезти? Она мне, знаете, что ответила? А у вас рядом магазин, предприниматель работает. И он вам, вы попросите, он вам и привезет, что вы закажете. Я говорю, а там же наценка на 10%. А у меня пенсия минималка. А это ваши проблемы. И все, и после того мы их не видели. Баба Шура жалуется на давление. Медиков здесь не видят годами. Что дадут сыну в аптеке, тем и лечится. Еще одна проблема – вода. Она в Кренице чистая, вкусная. Да вот беда, до колодца полтора километра ходу. Столько же обратно. Как справляетесь, спрашиваем у Галины Ковалевой. Ну, на коляске ездим. А зимой у нас снег же есть. Он же чистый. Потопим, да и попьем. Галине Семеновне помогают сына. На него у деревни вся надежда. Живут хуторами. Раньше здесь было полторы сотни дворов. В 90-х все рухнуло. Остались только старики. Дома разбросаны по холмам, но люди держатся сообща, помогают соседям. По-другому тут никак. Весной и осенью еще одна беда – горит трава. Огонь приходит с полей и подбирается прямо к домам. Единственный пруд почти пересох. Питок ведер да тряпки, которыми сбивают пламя – вот и вся пожарная техника. Спасателям не до стариков. Цистерну сюда не протащишь. И никому мы не надо, потому что наши власти живут в хороших условиях. У них квартиры с удобствами. И отапливаются, и вода. Кран открыл – и вода. А у нас все это надо принести. А нас что-то продухнул – это вообще проблема. Вода и еда – базовые потребности. Их приходится добывать самим. Дорога и медицина – вообще роскошь для этой деревни. В случае что, не дай бог, ни добраться, ни выбраться. На дворе 21 век. Цифровые технологии и социальные гарантии. Только это в другой жизни. О ней тут рассказывают по телевизору. Что надо сделать, чтобы то, о чем у нас так любят говорить, наконец-то пришло к этим, в прямом смысле слова, забытым людям?